Сегодня 2 декабря 2022 года. Мы находимся возле военного комиссариата Республики Башкортостан. Я здесь с мамой мобилизованного. Ее зовут Шерифа. Шерифа, с какой целью вы сегодня пришли сюда? Сейчас я ей подам микрофон. Гермалтынсы сентябрда мобилизации. И так, сейчас я микрофончик снова запрещу на себе. У нас на видео все еще Шерифа. Я тоже пришла вместе с ней Хочу попасть на прием к военному комиссару Республики Башкортостан С очень красноречивой фамилией Блажевич Для того, чтобы ему задать следующие вопросы Согласно выписке из ЕГРЮЛ На территории Республики Башкортостан Действует только один военкомат Ну вот это вот город Уфа, давайте сделаем обзор Действует только один военкомат Это военкомат Республики Башкортостан Военные комиссариаты районные В 2010 году примерно один за другим были ликвидированы Путем присоединения к этому военному комиссариату Таким образом у нас в Республике Башкортостан Есть только один военный комиссар Это Блажевич На каком основании комиссары районов Так называемые военные комиссары районов Мобилизовали наших парней, наших мужчин Это остается неизвестным Вот этот вопрос я хочу задать И также хочу задать вопрос Сколько всего мобилизовано Жители Республики Башкортостан И мужчин и женщин Также хочу задать вопрос Сколько погибших с 24 февраля 2022 года В этой СВО Сейчас вот шерифа возьмет свои сумочки И мы зайдем Вот отсчет же нужно вести с 24 февраля Вот я в деревне Кореякупова Чешминского района Видела свежую могилу На ней было написано Что 24 февраля этого года погиб парень По тому как обустроена могила Можно понять что Кто-то заплатил деньги за ее обустройство Я думаю что вот это военное ведомство Вот нам уже запрещают съемку Хотя это Это Мы еще даже не зашли на территорию Будем ждать пока нам Объяснят Почему нельзя заходить Вот Военным объектом да Но я же гражданское лицо Пусть мне объясняют что военный объект Скажите пожалуйста А почему нельзя снимать Это же приемная для граждан Сюда может любой гражданин зайти Это военный комиссариат республики Башкортостан Да Это мама мобилизованного Да мы пришли записаться на прием Нет мы хотим записаться Да Приемная Я По закону разрешено все Что не запрещено Печать Куда печать Ну это же приемная Вот я зашла с улицы Открыла дверь и зашла Ага А А Понятно Да Ладно Благодарю Благодарю Мы запишемся Да да Мы убираем съемочку И выходим Ладно 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 Благодарю вас До свидания Да 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 Благодарю А Да 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 благодарю Да 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 Сейчас Да 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 Благодарю Благодарю вас Итак, вот нас отправили к телефону Поскольку у меня микрофон То я так думаю, что зрители, слушатели, они не услышали, что говорил вот этот дежурный, который попросил нас выйти Он сказал, что после объявления мобилизации вот этот объект военный комиссариат считается военным Вот, но на этом основании я понимаю, что, видимо, у него есть какие-то инструкции И вот мы вышли, сейчас будем звонить для того, чтобы записаться на прием Ульнара Рашидовна Алло, вас так плохо слышно? Да-да-да, сейчас вот я маме передаю трубку Алло, здравствуйте У меня вопрос мать мобилизованного Я пришла вот на прием записываться То, что у меня сейчас данная мамница в тяжелом состоянии На передовой сразу поставили Сейчас ему требуется медицинская помощь Он на горячей точке на передовой поставили после пензы Сейчас он сильно болеет, гаймарит температуру, кашель сильный Минус четыре глаза не видит, плохо видит вообще И стрессы, наверное, потом Нет, у нас не было вообще так быстро забрали У нас даже медкомиссии не было То время тоже мы как раз как бы на операцию собрались Вот в Оренбург в глаза Вот не успели, нам ничего не сказали Сразу забрали, как бы в течение трех дней Потом не принимали Но нам возможности не дали Как куда обратиться мне сейчас? Это на сегодня, да? Да-да, внизу, возле дверей Хорошо Хорошо Кому нам это писать на имя? В военном комиссарию Башкортостана Хорошо, спасибо Это когда будет рассмотрение? Я с Шимбайского района приехала А? Каждый день? Хорошо Хорошо Если сегодня возьмут, мне завтра могу попасть Да, сейчас в тяжелом состоянии болеет Угу, хорошо Сейчас у дежурного, да, оставить? В ящике оставить Сейчас Листочки нету, вот, попросить Хорошо Ага Хорошо, хорошо Хорошо, спасибо До свидания Письменное обращение надо писать, короче, на прием записываться Ага Свои данные пока оставить в ящик А какой сон прием был? Прием, хоть, каждый день, говорят, забирают вот эти обращения, письма А я? И позвонят, короче, свои данные я оставлю А, я рай Я рай А я, хадр, я дабы день, да? А я, хадр, наручено письменно писать и в ящик оставить А у нас был ящик, а я, витменно? А я Был ящик от Агарга Шо, хадр, а я заявление А я заявление письменно Угу И данные оставит, позвонит, когда мне на прием Угу Каждый день на войне это смертельный риск для сына Да, вот, тем более у меня сейчас в тяжелом состоянии сын Сказали, что посписали домой, отправили его А, вы, вы так хотите Мининшу лайт лейм А, улшу лайт, могут списать А, я маняли А, то есть вот нам, да, вот, назвала такую процедуру, говорит Вот эта женщина в приемной, что По состоянию здоровья Они обязаны даже, должны, говорит, списать, домой отправить Угу Так, я хочу от себя добавить вот то Что не успела попасть на съемку Вот этот вот дежурный оказался очень добрым Который нас попросил не снимать Он сюда вышел, набрал мне номер Я при нем, естественно, уже не могла снимать Вот эта Гульнара Рашитовна, она сняла трубку И она мне сказала, а, дежурный сказал, что приемные дни у Блажевичек Он сказал только раз в неделю, в понедельник, по-моему, после обеда он сказал Вот И сказал, что записаться на прием достаточно позвонить Вот когда он позвонил и вот взяла трубку помощница Она ответила, что сейчас Блажевич прием не ведет Вот что она ответила Вот, для того, чтобы это попало опять-таки на видеосъемку Чтобы просила о приеме непосредственно мама мобилизованного Вот я ей сказала, что я попрошу ее подойти Мы еще раз наберем Вот мы набрали И вот уже шерифе, вот она сказала Попросила ее написать заявление Хотя, вот Да, письменное заявление Хотя мы же видим, вот по поведению сотрудников Что письменного заявления для приема не нужно Он же нам сказал, что позвоните и запишитесь Значит, вообще, по правилу Достаточно было позвонить и записаться на понедельник Ну ладно, по крайней мере, можем написать заявление И оставить его И шерифа будет ждать звонка с приглашением на прием Я надеюсь, что вот эта огласка Наше отслеживание судьбы мобилизованного и ее мамы Поможет, чтобы вот ее принял Блажевич Вот мы с шерифой написали заявление Обе на прием Шерифа по вопросам сына А я написала заявление Сейчас я попрошу шерифу его держать Я его прямо продиктую Вот, я написала заявление Сейчас, минуточку Так Прошу принять меня Это военному комиссару республики Башкортостан Я написала Прошу принять меня на личном приеме По следующим вопросам Первое Сколько контрактников, добровольцев и призывников из Башкортостана Участвует в СВО с 24 февраля 2022 года Второй вопрос Какое количество населения Башкортостана Население Башкортостана мобилизовано с 21 сентября 2022 года В разрезе по районам Сколько раненых, погибших и пропавших без вести? Третий вопрос Согласно выписке из ЕГР и ЮЭЛ На территории Башкортостана Имеется только один военный комиссариат Ваш Это я к Блажевичу обращаюсь То есть республики Башкортостан Каковы полномочия и статус так называемых военкомов районов? Четвертый вопрос Почему мобилизованным не выдают жетоны Не ставят печать в военном билете Выплаты им производят из частных благотворительных фондов? Вот Дата, подпись И сейчас мы эти письма счастья с шерифой опустим Вот Давай, шерифа Ты первый опускай Вот Шерифа опускает Собственноручно мы опускаем Да Итак Вот мне шерифа помогает Святые руки мамы мобилизованного Шерифа, мне кажется, у нас первая мама, которая Не побоялась в открытую сказать о проблемах сына Я думаю, что мы ее сына вытащим И я думаю, что мы вытащим всех Кто остался на данный момент живых Из мобилизованных Так И не допустим, чтобы повторно забирали Обманывая наших ягитов, наших мужчин Чтобы их забирали в эту мясорубку Потому что Вот по вопросам вы, наверное, поняли, что Это ополченцы Ополчение Это самоорганизация Это Это способ самообороны Который совершенно не предусматривает Чтобы ополченцев куда-то увозили Их увезли Вот на это СВО На эту войну В чужую страну Обманом А, и кстати говоря Самое важное, наверное, то, что Шерифа у нас останется здесь Вот Как это сказать-то Это же неприемная Вот в общем Она останется на входе К военному комиссару Республики Башкортостан Божевичу Она будет ждать, когда Из этого ящика Заберут письмо Когда разрешат ее вопрос Надеется, что это будет сегодня Потому что она приехала Из Ишимбайского района Это я напомню Не всякий километр? Отсюда 250 Ну, 250 километров, например До Ишимба А, нет, наверное Ну, 200 Это, наверное, уже вместе с тем Что до деревни еще От Ишимбая до деревни 27 километров, да? Ушла это там ведь? Ну, 200-250 километров Вот Эта дорога не в Париж Эта дорога Сначала в Стеретамак Потом в Ишимбай Оттуда в деревню Ты говорила Дорога разбитая, да? Да Ладно Пожелаем шерифе удачи Я ее оставлю И будем ждать от нее новостей Она мне позвонит Как здесь все произошло И я тоже надеюсь Что мое обращение Рассмотрят быстро О приеме И что на приеме Я получу ответы На наши вопросы Итак, я оставила шерифу Маму мобилизованного Вот в этом Ну, прям, наверное, предбанником Его можно назвать Вот она за темным стеклом Я ее здесь оставляю Она будет ждать Когда разрешится вопрос С приемом С ее сыном Вот А там вот Вон там лампочка Там дежурный сидит Который оказался очень добрым И он меня просил Обещать ему Что я сотру Вот эту видеозапись Которую сделала Там, где он считает Что нельзя Я-то считаю, что можно Но в ответ на это Я ему сказала Что я обещаю Военному комиссару Республики Башкортостан Блажевичу Стереть эту запись Но вы, конечно, понимаете Что я ее не стерла Потому что вы ее сейчас Наблюдаете Почему я ее не стерла Потому что Я считаю Что Блажевич обманул Вместе с Радием Хабировым На пару Они обманули Наше гражданское население Под видом войны Которая не объявлена Они наших ополченцев Увезли за тысячи километров Убивать людей Которые защищают Собственную независимость Гибнуть самим Вот И когда начнется Полноценный диалог С Блажевичем Когда он перестанет Обманывать население То же самое касается Ради Хабирова Хотя с Радием Хабировым Диалога у меня никогда не будет Я знаю, как он был избран Это была сплошная фальсификация Итак, будем ждать Будем ждать вестей От шерифы Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин